Здравствуйте дамы и здравствуйте господа, с вами Ультрас, и сегодняшней темой видео является обзор, разбор и мои мысли по поводу первой серии аниме по Азурлейну. Если вы не смотрели аниме, то лучше сначала посмотреть его, а уже потом мой обзор, потому что здесь будет полно спойлеров. Сначала я расскажу и покажу вещи, которые мне показались интересными, потом сделаю какой-то общий вывод и свои прогнозы постараюсь какие-то приложить. И да, чтобы сразу было понятно, я смотрел в английских субтитрах. Пойдем по порядку. Сначала, что меня смутило прям с самых первых кадров. War, War Never Changes. Ребят, у Фоллаута, у беседки, которая сейчас главная в Фоллауте, у них сейчас не лучшие времена, стоит ли вообще в это все лезть, ребята, я не знаю, зачем нужно было вот это вот начало пафосное делать, War, War Never Changes. Это было странно, это было неуместно, вряд ли, конечно, у них там какой-то плагиат могут взыскать еще что-то. Все-таки там немножко другими словами это сказано, но в принципе, да, War, War Never Changes. Ну серьезно, ребята, ну нафига это нужно было делать, я вот это не понимаю. В ходе вот этой вот пафосной заставки нам рассказывалось, сначала, значит, люди там любили всю свою историю убивать Турлога, воины там, траля-ля, все дела. Потом пришли злые сирены всех поуб... не всех поубивали, многих поубивали. Ну и потом люди там объединились, все там непримиримые враги, как в каких-нибудь мстителях, и единым фронтом выступили против сирен, все похлопывают в ладоши, все такие радостные все друзья. И в конце концов, все, война закончилась, сирены побеждены. Ну и рассказывают, что во время этой самой войны в их союзе, оно называлось Азурлейн, туда входили как раз все эти четыре фракции. Игл Юнион, Роял, Нави, Сакура Имперы и Айрон Блоды, и они все типа вот в одной тусовке были, все это называлось Азурлейном. Удивило я, озадачило с самого начала, что стараются как-то постоянно всовывать кадры, которые похожи либо там на загрузочные экраны какие-то, либо на известные какие-то обои к игре. То есть вот это вот странно, когда казалось, то они засовывают, я не знаю как она называется, сейчас видите на своем экране, Микаса, наверное, то они засунули вот эту вот Аврору нашу, плюс-минус как бы в стилизованном таком изображении, похожее на то, что уже по интернету сто лет гуляет. Зачем это было делать? И они, кстати говоря, не в первый раз, они так еще сделают еще кучу раз дальше. То есть постоянно вот эти вот будут микроскопические, тем не менее крайне бросающиеся глаза фан-сервисные отсылки, которые мы-то с вами понимаем, но те, кто люди будут вот так смотреть впервые, типа, что это такое, надо посмотреть, они не поймут, что им постоянно этим в лицо тыкают. Дальше, с самых первых кадров становится ясно, что местной вайфу будет самой главной, так сказать, альфа-самкой будет Энтерпрайз. Ей тут будет уделяться много времени, много моментов будет уделяться, много вокруг нее прям сюжета, судя по всему, будет идти. Сюжет плавно перетекает из вот этих вот исторических повествований на остров, где, значит, живут эти корабли-девочки, наши правильные корабли-девочки, не вот эти вот Сакура Эмпайр, Эйрон Блот, нет, живут именно которые, Реал Нави и Игл Юнион. И они тут объединяются, всякие там милые вещи, ходят тут цветочки покупают, болтают о том о сем, в общем, ничего принципиального не происходит, то есть прям вообще ничего принципиального. И, в конце концов, нам натыкаются на очень интересную, очень совершенно необычную персонажа. Вот вы сейчас видите на своем экране, это прям маскировка просто поразительная, учитывая, что нам до этого показывают, что все ходят без, вообще без ничего, ну, просто в обычной одежде, да. И народ, как я понял, более-менее другу в лицо знает, то тут прям, знаете, рога, плащ черный, то есть это совершенно неподозрительно. Знаете, маскировка уровня стелс реальной жизни 40 тонн, то есть прям вообще молодец, Айянами прям молодец, она шпион от бога. Дальше ей, наверное, по методу Торвальда надо будет уже снимать курсы энтимологии и как продавать термобелье. Ну, а потом она уже перестает ходить в своем подозрительном плаще и светит своими рогами налево-направо, вообще удивительно. Дальше нам показывают то, как приплывает Эластер с единорогой, вот их там встречают, они там похлопывают ладоши, все у них хорошо, все замечательно. Юникорн такая милашка, какой мы себе ее и представляли. Дальше там совет в филях, эти небольшие шишки обсуждают, что они волнуются, что там дальше будет. Ну и, короче, начинается сюжетная арка, как я понял, ее же можно считать сюжетной аркой, стартеров, вот тех самых Живелин, Лафи. Ну, З-23 еще не показали, но Айянами уже, как видели, показывали, как она там супер шпионка, прям как спецагент Арчер, Стерлинг Арчер. Ну и дальше, милашка-единорог теряет своего, извините за тавтологию, единорога, ну в смысле игрушку, которая оказалась не игрушкой, вот. Мне как фанату было интересно узнать, что на самом деле вот этот вот плюшевый единорог, на самом деле не плюшевый, а живой. Ну, не в смысле живой, не знаю, что там с ним не так, но он, короче, двигается. Вот, это оказалось интересно. Ну и в конце концов, это они стартеры и единорог встречаются с Айянами, у них там болтовня происходит. Смысл в том, что это как бы, я не знаю, ну Айянами, очевидно, вообще не предрасположена к шпионской деятельности, зачем ее туда послали, какие она данные собрала, почему она ходила в этом вот подозрительном плаще, почему она перестала ходить в накинутом этом плаще, непонятно. Логику искать здесь, наверное, все-таки особо не стоит. Мне кажется, из всех Сакура-девчонок хуже справился бы с шпионской деятельностью, наверное, разве что Акаги, потому что она поехавшая психопатка, но это очевидно как бы. Ну, а ее гигантский хвост, я думаю, тоже бы никого не волновал, как не волнует никого рога Айянами. Дальше нам показывают местных злодеек, таких прям, ох, прям злодейки-злодейки. Кагу и Акаги, да, они здесь как вроде как плохие. И что я могу вам сказать? Я думаю, вы уже видели, как разошлись по интернету эти картинки, где там Акаги ведет себя как какой-нибудь мерзкий дядька из, ну знаете, короткометражных тематических мультфильмов, которые часто японцы снимают. Можно ли это считать сексуальным домогательством секретарша, я не знаю, но оно на него похоже. Но с другой стороны, лично нам понятно, окей, мы все знаем, что Акаги чокнутая, но вот кто вот с нуля просто сел посмотреть, он не понимает, какого черта эта баба ведет себя вот так вот. И они пытаются какой-то в этом глубокий смысл увидеть, и понеслось, как говорится. Ну и дальше начинается батальная сцена на вот этот вот миленький радужный островок. Населенные только корабли девочками, я, видимо, об этом не сказал, нападают злые плохие девчонки Сакура Эмпайра, начинают их бомбить, давить. Дальше случается звездный час Кливленда, где она там во всех позах показывает, что она там делает, эти корабли, которые типа вселяются в девчонок навесом каким-то дополнительным, они там начнут махать оружием. Сражение идет, идет только, наверное, где-то уже ближе к концу серии, то есть до этого нам показывали горы фан-сервиса. Сама батальная сцена снята не хуже и не лучше любого, наверное, среднего аниме в плюс-минус подобной тематике. Я не могу сказать, что она снята плохо, я не могу сказать, что она снята хорошо. Она снята нормально, неплохо, то есть отвратительного ничего нету. Но если сказать типа, о боже мой, я буду эту батальную сцену переспоминать, или уж тем более она может заинтересовать хоть кого-то, из интересного я не знал, что единорог этот, единорога, он может, типа она на него садится может и летать. Шах и мат, Медуза, шах и мат, не одна ты такая исключительная. Также удивила Кага, которая вдруг внезапно может превращаться в большую собаку, или что она там такое может делать, я не понял. Я такого в игре не помню, но в смысле даже в текстовом виде, но может вы меня поправите, может где-то было указание того, что она может превращаться в большую собаку, я не знаю. Ну а пока авианосцы месят друг друга, ну как авианосцы, Кага играется с единорогом, почему-то Акаги ничего особенного делает, стоит и смотрит, может ли там какие-то другие дела возникли, я не знаю. Внизу, в водичке, там болтыкаются эсминцы, стартеры, джавелины, лафи дерутся с Айанами. Меня немного напрягло, то что я скажу несколько позже, ну в общем тут свои эти драки, у них там своя атмосфера. Но, разумеется, единорог сливает Каги, потому что у единорога нету бомбардировщиков, наверное. Ну или потому что он не умеет превращаться в огромную собаку. Но тут в дело входит Энтерпрайз, который, как я понял, я может четко, конечно, не понимаю, но ей, кажется, завезли 3D, да? Ну вот в том моменте, где она появляется. Так что люди, наверное, которые говорили, что не зря к ее дню рождения приурочили все это, ну, они, наверное, все-таки оказались правы, а не прав я. Замечательно. Обожаю быть неправым. В конце концов, она там этот свой лук достает, садится на самолет. Момент, кстати, снят весьма неплохо. Ну, то есть нужно понимать, что сама по себе графика так специфично смотрится, но, тем не менее, весьма неплохо. Опять-таки, снова эти моменты с загруженных экранов, с известных картинок по игре, где, например, вот сейчас Акаги, не-не-не, Акага, Акага стоит, стреляет в Энтерпрайза, свои эти хвосты светящиеся. Вот это же было уже где-то в какой-то картинке, я же видел неоднократно. То, что Энтерпрайз наваливает и как следует ломает лица, это, конечно, было показано круто, мне это понравилось. Но нужно понимать, что она вроде как выстрелила в Кагу, а та вроде бы и выстрелила, выстрел получила, а вроде бы и не получила, потому что она потом своих двоих все равно ушла, и крови никакой... А, да, тут, разумеется, нету крови, как я понял, крови тут не будет. То есть прямой выстрел она получила, но ничего не произошло фактически. Ну, посветились у нее глазки немножко там, ну, собачка исчезла, ну, в общем, вообще, я не понимаю, не принципиальные какие-то вещи произошли. Почему-то Акага называет Акаги сестрой, хотя не сестра, но, видимо, сценариста одного из четырех сценаристов Гиллси Крауна все-таки не уведомили о том, что они, типа, не сестры, да? Тут уж под конец сражения соблеговоляют прийти принц Уэльский. И Ластрис, где вы были все это время, когда вы, ну, типа, в штабной комнате были, когда все это началось, или где они там сидели все вместе, непонятно. Ну, ладно, помогли, и на том спасибо. Девчонки с Сакура Эмпайр отступают. Там где-то еще надалеке. За Уикаку, по-моему, это. Ну, в общем, она тоже показывает, что она тоже не пальцем сделанная, что она тоже очень крутая. В принципе, Bad Girls отступают. Нам показывают, пусть даже фоном, как можно больше девчонок. Ребят, ну, вы за одну серию все равно... Сколько там в игре кораблей? 300? 400? Вы все равно всех не успеете показать, ребят. Ну, вы просто не успеете. Даже за весь сезон вам придется постоянно пихать эти фоны. Ну, нафига. Но, тем не менее, окей. Они, типа, какую-то масштабность сражению таким образом придают, да? И нам показывают, что вот Эластерас, там, глубокомысленное рассуждение толкает. Вот, ах, бедная несчастная Энтерпрайз. Она настолько альфа-самец, настолько крутой мужик. Настолько крутая и замечательная, что вот, ах, как я тяжело живился из-за этого. У меня же слезы появились в этот момент. На этом, как бы, все и заканчивается. Что я могу сказать по итогу? Понравилось ли мне? Ну, мне, как фанату, да, игры имею в виду. Мне понравилось, было неплохо. Сколько я могу ей поставить из 10 баллов? Я пока, наверное, воздержусь от выставления оценок. Все-таки еще только первая серия вышла. Может, они дальше разойдутся, кто его знает. Было ли прикольных моментов много? Было. Было ли много фансервисных отсылок? Было. Да, но в то же время я понимаю в какой-то мере, почему, например, на том же самом аниме листе сначала в данном аниме было 9 баллов до того, как оно вышло в уставе. 9 с чем-то, по-моему, даже. А как только оно вышло, они сразу обвалились до 7 с половиной. Совпадение? Не думаю. Потому что я, кажется, понимаю, о чем думали разработчики и в чем вообще, в принципе, идея была данного аниме. Изначально есть два пути, к которым они могли пойти. Первый путь. Они расширяют аудиторию, они занимаются экспансией. То есть, грубо говоря, снимают что-то такое зубодробительное эдакое. О чем люди так это? О, нифига себе, они так круто сняли, они там вложились, что-то такое крутое. Надо посмотреть. А, что, поэтому есть еще и игра, давайте я еще в игру поиграю. Это первый путь. А второй путь это снять для фанатов. Ну и, может быть, еще кому-то понравится. Создатели, художники, все в студии, они пришли к выводу, что им лучше почесать пузико аудитории, уже которые у них есть. То есть, они рассудили, что они могут как-то бабкой из сказки остаться у разбитого корыта. То есть, они могут снять что-то такое эдакое, с каким-то, ну знаете, минимум отсылок, с сюжетом каким-то. Он может не зайти фанатам корабликов, и они могут не зайти остальным людям. Получается, никто его смотреть не будет. Они, видимо, так рассудили и решили пойти на меньшее зло. Меньшее зло в данном случае было снять так, чтобы фанаты хотя бы были довольны. Но этим самым они отрезали. Я надеялся, что все-таки это все-таки не фунт изюма. Это тяжело, это много денег в это все уходит. Снять, озвучить, там все это тяжело. Это сценарий написать, одного из четырех сценаристов Гилти Крауна позвать. То есть, все это не абы просто так. В это вбухивается куча денег. И я думал, что они все-таки постараются, рискнут и постараются в экспансию. Пока что я этого не вижу. Я вижу просто много фан-сервиса. У многих людей, кто не знаком с этой всей франшизой, были вопросы. Очень много отрицательных отзывов я видел, особенно в русскоязычной комьюнити. Много сайтов ставят низкие оценки. Еще даже хуже, чем низкие оценки, кстати, и плохие отзывы. То, что этих отзывов даже в принципе самих по себе мало. То есть, как-то народ не активничает в этом плане. То есть, мало людей посмотрят. И те, кто посмотрели, скажут, типа, ну такое, ну посмотрел, ну да, ну типа, ну что-то вот как-то так. То есть, какого-то большого отклика я не обнаружил от комьюнити. То есть, много отрицательного, немного положительного. И в принципе, отклика не так, чтобы уж в количественном изображении много. Все ли плохо в данном аниме? Нет. Все ли хорошо в данном аниме? Тоже нет. Мне больше вот напрягло большое количество персонажей. И из-за этого у них как-то вот не получилось глубоко передать хотя бы нескольких персонажей. Мы вот прям должны с места в карьер сразу же переживать бедную несчастную Энтерпрайз, какая же ты несчастная. Мы прям должны прям с места в карьер сразу же, ну окей, юникорн, маленькая Лоли, а не милый, ну окей, замечательно. Это еще понятно, окей. Мы должны вот как-то вот с места в карьер понять, что Аянами типа такая вся хорошенькая на самом деле, не такая же плохая. Ну или что Акаги, например, больная на всю голову. Они позиционировали данное произведение как предысторию, но предыстория нам нужна как бы не мира, но мир в принципе пофиг. Важен сюжет взаимодействия персонажей и их личностный рост. Здесь персонажи, они просто даются какие уже есть, с какими-то предельно плоскими отсылками на их будущее. Это не круто. То есть тут уже развесили несколько чеховских ружей, пожалуйста, вот они типа будут скоро стрелять. То есть вполне очевидно, что нам в конце концов объединят всех этих стартеров. Возможно Аянами кинет свою чокнутую нанимательницу, такое тоже возможно, потому что они такими собачьими глазами смотрели на Энтерпрайз. Чеховские ружья, понимаете, их прям... Не, не, даже не ружья, это чертов арсенал тут. Вот это вот напрягло меня немного. Но заслуживает ли данное аниме всех тех плевков и помоев, которые на него вылили? Конечно же нет. У меня вопрос, где были эти утонченные аниме Сомелье? Где были эти глубокомысленные, прекрасные, несравненные логвиного верхнего интернета? Когда выходили и переоценивались абсолютно... Абсолютно просто посредственные произведения, которые в принципе по уровню проработки персонажей и глубокомысленности были плюс-минус как Азурлайн. Где было все вот это вот? Где был их яд? Где их были низкие оценки? Отсутствие внимания? Нет! Нет! Жрали, еще и добавки просили. Где они были, когда выходили просто откровенно странные произведения? Которые как бы, ну... Они может быть кому-то и заходили, но уж точно не на 9 из 10 где? А вот не знаю где, наверное поддавались общему мнению. Сейчас сложилось общее мнение, что вот это аниме прям отвратительно. Отвратительно? Нет! Заслуживает ли оно 7 из 10? В данный момент, которое стоит на многих сайтах рецензий? Да, наверное, не знаю. Я не знаю, как оценить, потому что я очень много додумываю, потому что я уже знаю там общий смысл происходящего. Простой зритель, который вот так это с улицы пришел, он не будет додумывать. Он будет увидеть, здесь дыра, здесь дыра, здесь не объяснили, здесь непонятно, здесь дыра, здесь дыра и здесь тоже дыра. Поэтому сложно как-то нормально все это оценить. Мне кажется, нужно было делать все-таки какое-то более камерное повествование. Персонажей к чертовой матери убрать там 90%, оставить совсем небольшое количество и уже от этого играть. Какие-то взаимодействия, какая-то борьба, превозмогание, какая-то военная драма, раз уж у вас war never changes. Вот нужно было в этом направлении как-то двигаться. Они, суть по всему, двигаться в нем не будут. Чеховские ружья повесили и сидят радостные, довольные. Может быть, им стоило какие-то ивенты экранизировать. Вот, например, в Fate Grand Order у них была просто омерзительная, тем не менее, первая экранизация была этой сингулярности в Фуюке. Отвратительно, снято было, просто чудовищно. Ну, не потому что само было снято, а просто потому что сам оригинал был ужасный. Тем не менее, какая-то логика происходящего была. У произведения было начало, середина, конец. Все. Драма, конфликт какой-то там никакой есть. Чувак, который похож на эстрадную знаменитость 90-х, там, злодей местный. Все у них было на месте. Потом, вот они сейчас, насколько я знаю, сегодня, по-моему, уже будет релиз в Вавилоне тоже. Отдельный акт, который они решили экранизировать. Может быть, разработчикам, может быть, тем, кто снимал все это, стоило подумать о том, что, может быть, стоит ивенты экранизировать. Немецкий, французский, вот говорят, о маге, крутая история, вот отдельно ее, как бы, историю снять. А если уж зайдет, то тогда мы вам будем приквел какой-нибудь, предыстория, там, а ранее было вот это, может быть, даже войну с сиренами покажешь, когда там все объединенные были, а не схематично на пальцах нам там, а вору на фоне взрыва покажешь, все, война закончилась. Замечательно. В целом, понравилось ли мне данное аниме? Да, я его посмотрю. Буду ли я его там пересматривать долгими длинными ночами, думать о перипетиях сюжета, глядя в залитое дождем окно? Конечно же, нет. Мне просто грустно, что создатели решили сделать целевой аудиторией только фанатов, не задумываясь, в принципе, о каком-то дальнейшем расширении франшизы. Это печально. С другой стороны, я могу говорить, я же говорил, судя по тому, предыдущему видео, которое я уже делал по данной тематике еще до того, как аниме вышло. Я бы сказал, что это греет мне сердце, но на самом деле нет. На самом деле я больше хотел бы ошибиться в данном случае. Но еще вышла только одна серия, может быть ситуация выровняется, поэтому... В принципе, это все, что я могу сказать по данному вопросу. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, это оказалось очень важно для Ютуба. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok